Некрасивые зубы Некрасивые зубы. Как с этим жить? История из первых уст. Потому что я как раз и являюсь человеком с некрасивыми зубами. Здравствуйте! Меня зовут Байче. Через месяц мне будет 57 лет. И все эти годы я живу с некрасивыми зубами. Ну вот так получилось, что по этой части природа меня обделила. А с природой, как говорится, не поспоришь. Я не просто человек с некрасивыми зубами. Я женщина с некрасивыми зубами. Я еще и блогер с некрасивыми зубами. Человек, видеоблогер, который каждый день выходит на большую аудиторию. Я еще и консультант по питанию. И каждый день я общаюсь с большим количеством людей, которые оценивают меня не только по моим способностям, но и, конечно же, по моему внешнему виду. Не стесняюсь ли я своих некрасивых зубов, спросите вы. Сейчас уже нет. Но раньше – да. И сегодня я хочу коротко рассказать вам свою историю. И, конечно же, прежде всего она будет адресована тем людям, которые так же, как и я, имеют некрасивые зубы. И я хотела бы, чтобы эти люди перестали комплексовать и обрели гармонию в своей жизни. Итак, я родилась девочкой с некрасивыми зубами. В чем это выражалось? Ну, во-первых, у меня был неправильный прикус. И зубы выступали вот так вперед, ну, знаете, как у кролика. Во-вторых, зубы были очень большого размера. И это было как-то негармонично. Маленькая девочка и очень большие широкие зубы. Ну, и в-третьих, пожалуй, самое печальное – это были больные зубы. Да, я стала жертвой кариеса. Теперь-то я уже понимаю все глубинные причины этого заболевания. Но это уже отдельная история. Об этом как-нибудь потом. С самого раннего детства я была постоянным посетителем кабинета стоматолога. Конечно, это очень грустные воспоминания. Это очень большие страдания. Но вы все прекрасно знаете. Я думаю, среди вас нет ни одного человека, который бы ни разу не был в кресле стоматолога. Кроме того, что мои зубы постоянно сверлили, пломбировали, лечили, вырывали. И мои зубы с определенного времени стали очень хрупкими. И уже в подростковом возрасте, когда я училась в старших классах школы, я впервые сломала свой первый зуб, который был самый центральный. Пришлось поставить впервые в жизни коронку. В то время это, конечно, были очень примитивные коронки. Какое-то пластмассовое изделие на каком-то таком штырьке, который вонзался в канал корня. Это было, конечно, совсем некрасиво, неэстетично. И добавило еще больше некрасивости к моим и так некрасивым больным зубам. И с тех пор я постоянно испытывала какие-то проблемы, потому что зубы продолжали ломаться, крошиться. Какие-то зубы приходилось рвать вместо них. А поскольку это время как раз выпало на 70-е, 80-е, 90-е годы. И в области стоматологии тогда, конечно же, были какие-то уже нововведения, какие-то усовершенствования. Но все равно это было на каком-то таком не очень высоко развитом уровне. Как сказать, у меня были и удачные случаи, когда я находила хорошего стоматолога или протезиста. Но также я и пару раз становилась жертвой не очень хороших специалистов в области протезирования. И получала определенные проблемы. В конце концов, все свелось к тому, что мне поставили металлокерамику. Но на тот этап времени, когда я это делала, это было самое большое достижение протезирования. Вот этот самый скол или трещина, или там дырка в переднем зубе, называйте как хотите. И это есть не что иное, как отколовшийся кусочек керамики. И откололся он, конечно же, по моей вине. Потому что было время, когда я очень любила грызть семечки. И грызла я их передними зубами. А потом, видимо, там уже образовалась какая-то трещинка. И потом я нечаянно ударила ложкой металлической по своим керамическим зубам. И образовался вот этот скол. Скол этот исправить уже ничем невозможно. Я обращалась к стоматологам. Но мне сказали, что поставить заплатку или какую-то пломбу... Ну, в общем, как-то замаскировать вот этот скол на керамике не удастся никак. Он все равно будет отлетать. Ну, в общем, так и получилось. Я все-таки упросила, чтобы мне сделали небольшую заплаточку. Проходила с ней, наверное, пару недель. Заплаточка отвалилась, конечно же, благополучно. Ну, и с тех пор я хожу вот с этой вот дыркой на передних, так сказать, зубах. Когда я появилась на широкую аудиторию с этим своим ущербным внешним видом, то я стала получать комментарии от стоматологов. И мне даже присылали письма в почту. И мне предлагали даже услуги протезирования. Несколько раз меня уличали в том, что у меня якобы пардонтоз, и что зубы у меня расходятся. Ну, спешу успокоить, пардонтоза у меня нет, зубы у меня не расходятся. И происхождение этой дырки я уже объяснила. Почему я ничего не делаю сейчас для того, чтобы устранить этот недостаток? Мне могут сказать, что сегодня у нас очень широко развита имплантация, что можно сделать очень красивые зубы, которые не отличишь от настоящих. У меня есть свои причины, по которым я не делаю этого. Первая причина – это то, что я отрицательно отношусь к имплантам. Я отношусь к ним отрицательно не в общем смысле, в отношении всех людей, потому что это личное дело каждого – ставить импланты или нет. Но я отношусь к ним отрицательно в своем личном плане, потому что у меня есть некоторые комплексы. Это точно так же, как я не могу пойти к маникюрше. Я не могу, чтобы кто-то прикасался к моим рукам. Точно по этой же причине я не смогла в своей жизни проколоть уши, потому что я не могу представить себе такого, чтобы кто-то внедрялся какой-то иголкой в мое тело. То есть любая ситуация, которая связана с внедрением в мои ткани моего тела, вызывает у меня реакцию, наверное, как металлом по стеклу. Неприемлемо для меня. Именно поэтому я не приемлю для себя вторжение металлических шурупов в кости своего черепа. Для меня это полностью неприемлемый вариант. Ну и, во-вторых, я не могу себе это позволить, потому что даже если бы представить, что я сейчас затеяла вот это глобальное мероприятие по имплантам, то это значит на длительное время выйти из строя. То есть я бы не смогла общаться, я бы не смогла записывать видео, я бы не смогла консультировать, потому что иметь рот без зубов полностью, но это, наверное, будет уже совсем неэстетично, и, наверное, это было бы некорректно, появляться перед людьми, перед аудиторией вот в таком уж совсем уж некрасивом виде. Вот, поэтому я решила для себя, что до тех пор, пока меня ничто не будет сильно беспокоить, ну, в плане здоровья, в плане самочувствия, я имею в виду зубы, до тех пор я и не буду предпринимать никаких действий. Ну и теперь о главном, о том, как я перестала комплексовать. Да, когда я была девочкой, особенно подростком, потом студенткой, ну, конечно же, это было время встречи с молодыми людьми, знакомств, каких-то романтических, влюблённых отношений, и, конечно же, у меня были комплексы, и я очень стеснялась того, что у других моих ровесниц красивые белые ровные зубы, и они могут смеяться, открыв рот чуть ли не до ушей, они могут ослепительно улыбаться, а я лишена этой возможности, потому что я никому не хочу показывать свои некрасивые зубы. И долгое время, да, долгое время я очень стеснялась этого, очень комплексовало, но время идёт, и когда ты уже становишься взрослым человеком, когда ты заводишь семью, у тебя появляется очень много других забот, кроме тех, которые связаны с твоей внешностью, забота о семье, о детях, о быте и так далее, то вот эта проблема уходит на второй план. А вот уже мой этап жизни, когда я стала публичным человеком, когда я начала свою новую деятельность, связанную с консультированием людей по вопросам питания, когда я стала видеоблогером, я окончательно забыла про проблему своих зубов, прежде всего потому, что меня захлестнула другая волна. Меня захлестнула волна каких-то новых открытий в своей жизни, новой интересной темы, в которой я могу развиваться сама, в которой я получаю свои собственные достижения и свои собственные открытия, и я могу делиться с людьми этими достижениями. И я вижу, как люди, которые перенимают мой опыт и которые пользуются моими услугами консультанта, как они получают свои замечательные результаты, как они достигают своих целей, и они радуются, и они благодарят меня. И это наполняет меня такой радостью, что такие мелочи, как некрасивые зубы, просто отходят на второй план. И еще очень важный момент. Вот сейчас, когда вы смотрите это видео, вы смотрите на меня, вы слушаете меня. Если вы мой постоянный зритель, то, конечно же, вы уже привыкли к моему внешнему виду, вы уже привыкли к моей трещине или дырке в зубах. Вы уже, скорее всего, не обращаете на нее внимания, потому что очень многие из моих постоянных зрителей уже просто откровенно признаются мне в любви, в симпатии, в дружбе. И мне это, конечно, очень приятно, очень радостно. Я очень благодарна вам за это. Но вот если вы новый зритель, вот скажите мне, пожалуйста, напишите в комментарии ваша первая реакция на меня, ваше первое впечатление от меня. Скажите, что первое бросилось вам в глаза, когда вы впервые увидели и услышали меня? Бросилась ли вам в глаза моя дырка в зубах? Или, может быть, вы обратили внимание в первую очередь на мои седые волосы? Или, может быть, на мой необычный внешний вид? Или, может быть, на мои красивые глаза? Да, я считаю, что у меня красивые глаза. И, наверное, это компенсация своего рода за мои некрасивые зубы. Так вот, я заметила, что если человек интересен сам по себе, если он харизматичен, если ему есть что сказать, и он привлекает людей к себе какими-то своими личностными качествами, то такая вещь, как некрасивые зубы, она вообще не бросается в глаза с первого взгляда. Да, собеседник может чуть позже констатировать факт, что вот у этого человека есть какая-то проблемка с зубами. Но если этот человек привлекает его, прежде всего, к личности, то некрасивые зубы – это то, что уходит на второй план и не накладывает какого-то отрицательного отпечатка в общем и целом на человека. Таким образом, первые несколько комментариев, которые затронули мои зубы, но это было, может быть, три года назад, вызвали во мне какое-то такое легкое раздражение от того, что зрители обратили внимание не на то, о чём я хотела сказать, а на эти вещи, которые, в принципе, не имеют отношения к теме. Но потом я вообще перестала раздражаться по этому поводу, потому что я уже сказала почему, потому что есть вещи намного более глобальные. И в заключении сегодняшнего видео я хочу вам рассказать об очень важных вещах. Я хочу вам рассказать и показать моих помощников, моих верных помощников, которые помогают мне поддерживать мои некрасивые зубы в здоровом состоянии, без которых я просто не мыслю в своей жизни. Итак, знакомьтесь, мои помощники по уходу за зубами. В прошлом году у меня вышло видео, вы можете посмотреть его по ссылочке вверху экрана, в котором я вам представляла свою зубную щётку Хапика. Это звуковая зубная щётка. Вот такая прекрасная щёточка. Это мой самый главный помощник в уходе за зубами. Почему я выбрала именно Хапику? Дело в том, что когда щётка вибрирует, она потому и называется звуковая, что она издаёт звук и вибрирует. И вот эта вот мелкая-мелкая вибрация, она помогает очень здорово вычищать все-все мелкие остатки пищи между зубами. Обычная щётка не справляется с такой задачей, поэтому Хапика каждый день у меня в ходу, несколько раз в день. Я её очень-очень люблю. Внизу под видео я вам дам ссылочку на магазин, где я приобретала эту щётку. И недавно я приобрела себе ещё две насадки дополнительные. Ну, мы же знаем, да, что щётки нужно менять периодически. Вот эти две насадки я тоже приобрела в этом магазине, так что я себе надолго обеспечила очень хорошим средством для ухода за зубами. И сегодня я вам хочу представить ещё одну вещь, которую я недавно приобрела. Вот эта вот штуковина называется ирригатор. Ну, если говорить понятнее, то это устройство для полоскания рта. Не всегда бывает, мы находим время для чистки зубов или по каким-то причинам хочется просто сполоснуть рот, но не хочется чистить его щёткой или зубной пастой. И вот здесь ирригатор приходит на помощь. Почему не просто стакан воды, а почему именно ирригатор? Дело в том, что у него есть вот такая насадка. Смотрите, она очень тоненькая, да? Она представляет собой такую изогнутую трубочку. Наверняка вы видели нечто подобное в кабинете стоматолога. Когда нам сверлят и лечат зуб, то стоматолог полощет вам рот с помощью вот такой трубочки, которая прикреплена к шлангу. Но здесь вместо шланга вот такой контейнер для воды. И через эту трубочку под большим напором идёт вода. И что она делает? Она очень мощно выполаскивает все-все остатки пищи из промежутков между зубами. И особенно у тех, у кого проблемные зубы. Но в частности я отношу свои зубы к проблемным. Поэтому для меня это настоящее открытие. Я хочу вам показать, как он работает. Я сейчас наливаю воду. У меня уже приготовлена вода. До специальной отметочки наливается вода. Опускаем колпачок с трубочкой в этот контейнер и закрываем его герметично. Вот здесь есть кнопочка старт. И сейчас смотрите, что происходит. Тоненькой стройкой вода выливается из ирригатора и ополаскивает ваш рот и все-все промежутки между зубами. Обратите внимание, эрригатор отключается сам. Я не нажимаю кнопку. Он сам отключился автоматически через 30 секунд. Но если вы не хотите, чтобы струя воды шла непрерывно, вы можете сами нажимать вот эту кнопочку включить и выключить. И тогда у вас вода будет идти прерывисто. Здесь еще есть вот такое отверстие. Это ничто иное, как отверстие для USB. И таким образом вы сможете заряжать ирригатор. И это здорово, потому что сюда не требуется никаких батарей. Только зарядка через USB. Прилагается вот такой шнур с разъемом USB. Так что заряжать ирригатор можно без проблем от любого устройства. Вот такую интересную штуковину я себе приобрела. И напоминаю, что я даю вам ссылочку на магазин, где я приобрела ирригатор. И наиболее подробную информацию об этом изделии вы сможете увидеть именно на этом сайте. Дорогие мои коллеги по несчастью, люди, которые имеют некрасивые зубы, не отчаивайтесь. У нас всегда есть за что любить, несмотря на то, что у нас некрасивые зубы. И, дорогие мои зрители, благодарю вас за то, что вы меня смотрите и любите, несмотря на мои некрасивые зубы. И надолго не прощаюсь. Ваша Байчья.